Особое мнение на 101FM Особое мнение на 101FM Особое мнение на 101FM Особое мнение на 101FM чьи интересы он будет представлять, и насколько он готов, невзирая ни на что, их интересы защищать. Потому что, безусловно, такой фактор, наверное, есть, но, еще раз говорю, на мой взгляд, задача депутата представлять интересы своего округа, и даже если что-то не соответствует тому, что ты сам ощущаешь, но это поддерживает большинство, это нужно отставить. И в том числе и касается бизнеса, и для меня тем странно, что иногда в городскую думу идут руководители МУПов, которые как раз однозначно будут зависимы от администрации, и возникнет некая коллизия, когда они, если изберутся, находясь в думе, и такие случаи уже были, там, по сути дела, вот как раз их рабочие места на основе места работы будут от этого зависеть. И, еще раз повторюсь, я в любом случае считаю, что интерес избирателей важнее всего, повторюсь, даже важнее своих личных интересов, важнее то, как ты их отстаиваешь, поэтому меня ничего, например, не смущает, не пугает, и я всегда на стороне своих избирателей. — Слушайте, ну, может быть, как-то запретить тогда вообще избираться этим людям, работникам бюджетной сферы, руководителям тех же муниципальных предприятий? — Ну, вопрос запретить, не запретить, это вопрос, наверное, там уже к федеральному закону, вот, просто, наверное, там, я говорю, вопрос гражданской позиции, вопрос просвещения самих избирателей, потому что, к сожалению, в Кирове очень часто ситуация, когда депутат избрался один раз и на второй срок не идет, как раз по одной простой причине он точно понимает, он даже не пытается идти на второй срок там, потому что он понимает, что те обещания, которые он давал, он не выполнен, и люди видят, что он занимается совершенно другим. Повторюсь, есть достаточно небольшое количество депутатов, и я их очень уважаю, суню из различных партий, к слову говоря, которые избираются на два, там, три срога и так далее, и, в принципе, тем самым подтверждают... — Это вы про сегодняшнюю думу? — Я говорю про сегодняшнюю думу, да, когда, в принципе, ну и про предыдущие созывы, когда, там, если депутат избрался уже как минимум два раза, я сейчас говорю не про избирание списочное, которое, по сути дела, не так сильно зависит данная персона от мнения избирателей, и, там, в большей степени голосуют за партию, а я говорю, что есть депутаты, которые по одномандатным округам, в принципе, избираются несколько раз поподряд, и тем самым, значит, жители считают, что они отставят их интерес. — Ну, то есть им можно доверять? — Да. — Хорошо. Скажите, пожалуйста, с точки зрения морали, вы вообще следите за делом Парка Победы? — Ну, я слежу из средств массовой информации, то есть... — Понятно. Значит, показания Ирины Рубцовой вы читали? — Да. — Так вот, допустимо ли с точки зрения морали, что такой человек, который, как она сама призналась, по сути, может быть, придумала схему, по которой реализация Парка Победы за 338 тысяч стала возможной, вот может ли этот человек занимать пост руководителя департамента градостроительства городского? — С моральной точки зрения считаю, что нет. И вообще я здесь, несмотря на то, что в последнее время мы очень часто про Запад и западный опыт говорим негативно, я считаю, что точно нам следует оттуда взять. Это вопрос неких этических норм, когда даже принятие одного не популярного в населении закона или каких-то коррупционных скандалов, повторюсь, иногда даже не доказанных судом, повлияет к тому, что все правительство уходит в отставку. У нас же ситуация, которая сейчас происходит, по сути дела, да, там суд еще идет, да, не вынесены все обвинения и не приняты решения, но, тем не менее, достаточно часто звучат фамилии, там люди, которые там, в частности, там, я говорю про Быкова, который является, по сути дела, главным лицом нашего законодательного собрания. И достаточно странная сейчас позиция о том, что да, там ничего не доказано, поэтому я на этом рабочем месте остаюсь, вот. И вот здесь, мне кажется, западный опыт был бы нам на руку, хотя, еще раз говорю, в законе это не оговорено и на что ссылается, но, тем не менее, я считаю, что, если начались такие ситуации, то, на мой взгляд, морально, там, с точки морально-этических норм, там, на период вот этого процесса не сложить себя депутат, там, мандатский, депутат мандата, да, а хотя бы уйти с главы законодательного собрания, то есть, хотя бы... Подождите, мы говорим не про главу законодательного собрания, мы про него поговорим позже, а про Ирину Рубцову. Ну, я вот про... То же самое, то есть, это же не... Это системная штука, то есть, следовательно, я уже сказал, там, да, я считаю, что нужно уйти в отставку, в том числе и ей, там, и вообще всем людям, которые замешаны с точки зрения администрации, там, или каких-то других органов в этой схеме, там, даже если... Уйти совсем или уйти, пока идут следственные, вернее, пока идут судебные заседания? Ну, в данном случае, если мы говорим про Рубцову, уйти совсем, потому что, по сути дела, она сама сказала о том, что, да, она ситуацию знала, но с точки гражданской позиции, там, безусловно, административный ресурс очень важен, но ты стоишь перед выбором, когда или тебе будет стыдно все последующие годы, вот, или ты должна уйти, потому что, ну, слава богу, мы живем в такое время, вот, когда человек с мозгами и с руками точно без работы не останется, и всегда можно заработать себе на кусок хлеба. Хорошо, давайте дальше по этой теме пройдем. Администрация подала в суд иск к Леониду Ефаркину, это директор и учредитель, вернее, это учредитель Кировского завода охотничьего хозяйства и рыболовства, иск на 165 миллионов рублей. Собственно говоря, в моем понимании, это значит, что администрация признала тот факт, что они хотят получить деньги, а не землю. Вот на ваш взгляд, деньги или земля? Ну, на мой взгляд, конечно, земля, то есть я считаю, что там деньги, безусловно, для бюджета нужны, вот, но это в данном случае ситуация несколько иная, я считаю, что нужно требовать возврата земли, там, в той или иной мере, там, как это произойдет, это уже детали, но мое мнение такое, что нужно требовать возврата земли в обратно, в рекреационную зону, и оборудовать ее, в том числе, спортивными площадками, то, как изначально было задумано, а не превратить достаточно хорошее, красивое место в очередной, там, маленький мегаполис, там, с новостройками. Есть у нас еще время до перерыва, давайте тоже кратенько по следующему вопросу. Господин Миронов, это директор компании Кира Спецмонтаж, который в настоящий момент является собственником, полноправным собственником этого участка, как-то высказал мнение о том, что, в общем-то, не против обменять этот участок земли на землю в квоту. Вот, на ваш взгляд, это правомерно такой обмен? Ну, здесь я, наверное, бы сложно сказать с юридической, там, с точки зрения, конечно, этической морали, понятно, что он вложил деньги, как бизнесмен, хотя, опять же, здесь, как говорится, вопрос... Зачем покупал, если спорно? Да, чистоты сделки спорны, поэтому на квоту, наверное, я бы высказался против, но какие-то, там, какой-то переговорный процесс в любом случае вести надо. Хорошо, если гипотетически мы допустим ситуацию, что администрация идет на тот шаг, чтобы поменять эти две территории, должна ли мэрия городская попросить или потребовать проект, проект застройки этого участка, чтобы внести туда свои коррективы, чтобы там, кроме жилых домов, появились школы, появились детские сады, появились социальные объекты? Ну, безусловно, сейчас, в принципе, в этом направлении уже администрация, там, хочу отметить, сделает первые и хорошие шаги, когда запрещают точечную застройку, поэтому, безусловно, вообще любой достаточно крупный участок и некрупный участок, там, да, необходимо обеспечивать социальной инфраструктурой, там, для того, чтобы не просто заказчик зарабатывал деньги, а как старая добрая вина, там, каким-то образом компенсировал социальную сферу за счет своих доходов. Это особое мнение Михаила Ковязина, депутата Кировской городской думы. У нас перерыв на полминуты, вернемся. Особое мнение снова в эфире. Сегодня его высказывает депутат Кировской городской думы Михаил Ковязин. Продолжаем мы тему Парка Победы. И вот у меня, Михаил Николаевич, к вам такой вопрос. Ваш коллега по партии, Федор Сураев, это лидер Кировского, лидер Справедливой России в областном законодательном собрании, сказал, что все законсобрания, а равные все депутаты в отдельности, несут в связи с ситуацией в Парке Победы репутационные потери. Вы, как человек, который долго занимался рекламой, занимался маркетингом, знаете, как создается репутация бренда и как трудно ее поддерживать. Вот подскажите, пожалуйста, кто в этой ситуации несет репутационные издержки? Ну, я считаю, что в данном случае репутационные издержки несет весь депутатский корпус. Я это мнение уже высказывал, когда была ситуация про Никулина, бывшего депутата городской думы, о том, что, безусловно, несмотря на то, что ситуация разворачивается вокруг руководителя ЗАГС Собрания, но от этого страдают, ну, слово страдает, терпят репутационные риски, издержки все депутатские, все депутаты, неизвестности от партии и фракций, поэтому я считаю, что однозначно решение, которое там озвучило, о том, что они не готовы работать в таком составе, когда возглавляет ЗАГС Собрания Быков, я считаю, что это правильно, и я его поддерживаю. — Ну, это, к слову, не только «Справедливая Россия» высказала, это, в общем-то, и другие партии, и КПРФ, и ЛДПР высказали. Вот Владимир Васильевич вернулся из отпуска 12 августа, в понедельник, сегодня четверг. Собственно говоря, все ждали, что в понедельник от него последует какое-то заявление. Но сегодня, я повторюсь, четверг, и до сих пор тишина. Вот вы как считаете, должен ли Владимир Васильевич, опять же, как рекламист, должен ли Владимир Васильевич прервать молчание? — Ну, конечно, я считаю, что должен, потому что люди все равно додумывают, домысливают, их нельзя запретить не думать. Вот, в принципе, на всех встречах мне всегда задают, ну, не первую, но тем не менее задают вопрос, там, вот, а что там ситуация с Быковым, да, как дальше будет развиваться. То есть люди уже что-то для себя, эту историю, она для них что-то в их головах завершилась. — То есть в их головах картинка сложилась, что все есть виновные? — Не важно, там, какое будет решение суда, там, ее вообще коснется или нет, но однозначно те, кто находятся в информационном пространстве, для себя сделали какой-то выдох. Кто-то сказал для себя, решил, что да, ничего страшного, кто-то решил, да, поэтому в любом случае молчание точно не играет в плюс. Я считаю, что нужно высказывать свою точку зрения, даже если она не очень приятна, не популярна, вот, но иначе, как бы, говорю, ситуация точно будет неуправляемая. — Ну, если он признается, вернее, если он прервет молчание, не будет ли это воспринято как косвенное признание вины? — Да нет, почему? Ему же задали вопрос, то есть, ну, задали вопрос, он был в отпуске, он сказал, выйду с отпуском, я пока в отпуске. Ну, следовательно, все ждут, когда, ну, вот вы сейчас задали вопрос, что все знают, когда он вышел в отпуске. — И еще ждали, что Владимир Васильевич что-то скажет по этому поводу. — Будет какая-то информация. Пока информация, ну, тишина, и это, знаете, ну, точно не играет в плюс сейчас в этой ситуации для Быкова. — А люди что вас спрашивают на встречах? — Люди? Люди спрашивают, когда посадят, люди спрашивают мое отношение к этому вопросу, люди спрашивают, почему только сейчас, и кто был инициатором всей этой ситуации, потому что все же понимают, что раз сейчас достаточно там много, в том числе свидетелей, которые что-то рассказывают, говорят, то есть эта ситуация не прошла в тайне. То есть, более того, и тот депутатский корпус, который в это время работал там, в частности, были депутаты, к сожалению, единичный случай, которые, там, с ситуацией были не согласны, и сейчас об этом тоже идет достаточно много освещений, и очень важно там сейчас эту ситуацию как-то поставить точку. Поэтому люди у меня, безусловно, за информацией следят, спрашивают, приводят какие-то свои точки зрения, там, мне уже рассказывали, что вот, они когда-то работали с ним в военкомате, какие-то истории, возможно, выдуманно рассказывают, то есть, еще раз говорю, люди уже для себя историю какую-то рассказали. И уже ее закрыли, завершили. Да, и они рассказывают другим, там, говорят, я точно знаю, что так и будет, и так далее. Поэтому я считаю, что там молчание нужно прерывать, нужно что-то рассказывать, об этом говорить, ну, потому что лучше точно не будет. Это не признание, это как раз вопрос обсуждения диалога, еще раз говорю, тут мы же, вот суд, для него там важно поставить точку. А мы сейчас говорим, мы живем в обществе, где люди общаются, вот, и поэтому, безусловно, человек, не просто человек, обладающий определенным уровнем компетенции, должности, не может такие вопросы, которые ему задают, в том числе средства массовой информации, оставить без ответа, как будто ничего не происходит. То есть, он, никто не говорит, что он придет и скажет, я виноват. Но расскажите о своей видении ситуации, как это происходило, и почему так звучит сейчас ваша фамилия, там, в тех, опять же, в том освещении судебного процесса, которого мы слышим. Ну, тем более, что эта должность, которую Владимир Васильевич занимает, она, по сути, вторая в регионе. Вы вот эту тему уже начали. Вы, как считаете, должен ли Владимир Васильевич пост свой покинуть, пусть даже временно? Ну, я высказал, да, я считаю, что однозначно, как минимум временно пост надо покинуть, потому что, ну, с точки неэтических, я говорю, норм, там, не по закону, а с точки неэтических норм, это будет правильный шаг. Как бы, и все воспримут достаточно адекватно, как раз не из серии сдать мандат, а из серии, там, временно уйти, и, наверное, это будет воспринято совершенно по-другому. Вот, я считаю, что, точнее, я знаю, что там, в том числе и администрация президента, в том числе, наверняка, и политическая партия «Единая Россия», и федеральное руководство, наверняка, они мониторят и средства массовой информации, в том числе региональные. Почему они не принимают каких-то решений? Я говорю сейчас про федеральное руководство «Единой России». Ну, сложно сейчас сказать однозначно, да, но я, например, когда вот идет вся эта цепочка, ведь каждый последующий человек, который становится обвиняемым, он еще приведет других людей. Я сейчас не про него говорю вообще. Вот когда человек свидетель, это одна ситуация. Как только говорят, вы уже не свидетель, вы обвиняемый, есть большая вероятность, что появятся новые свидетели, появятся новые фигуры. Поэтому, на мой взгляд, уже в данном случае, как гражданина, я считаю, что Москва, безусловно, ситуацию мониторит, но по каким-то причинам они не делают каких-то шагов, потому что предполагают, что если ситуация двинется дальше, то всплывут фигуры такого масштаба, что на этом фоне глава ЗАГС собрания показывает, это только цветочки там. То есть это такая защитная реакция? Конечно. То есть, возможно, уйдет все туда, наверх, федеральные структуры, и появятся другие фамилии, которые не хотели бы, чтобы появиться. Поэтому ситуацию немножечко так сдерживают, наверное, потому что фигура такого уровня точно не может не согласовать какие-то свои действия со своим руководством Москвы. Хорошо, давайте к следующей теме перейдем. К теме застройки участка за бывшим зданием «Алая паруса» на территории, опять же, бывшего больничного городка. Не так давно в группе «Строим Киров» появилась информация о том, что к 650-летию в Кирове появится конгресс-холл. Вот нужен ли нам конгресс-холл? И конкретно в этом месте? Да. Ну, я не стесняюсь, всегда говорю, что с учетом того, что мы сейчас живем в условиях кризиса, я категорически против каких-то развлекательных мероприятий на народные деньги. Поэтому конгресс-холл однозначно не нужен. Я считаю, что это место достаточно хорошо впишется в социальные учреждения, в этом микрорайоне крайне не хватает школ, детских садов или каких-то других учреждений. Поэтому конгресс-холл или как его там можно назвать по-другому, это точно не тот главный ключевой момент, который сейчас нужен городу и области, несмотря на юбилей. Потому что юбилей пройдет, закончится 650 лет, будет 651 год, конгресс-холл останется, а школ не будет. Поэтому вот эта ситуация очень тревожна, потому что проблема детских садов и школ для меня является одной из ключевой, которой я занимаюсь, в частности, в своем округе. Поэтому я буду однозначно смотреть за этой ситуацией и надеюсь, что все-таки же разум возобладает и появится не конгресс-холл или никакое другое развлекательное или административное учреждение. Ну и знаете, что интересно, вот я посмотрела, в этом районе всего две школы, 37-я и 22-я. Садик один. То есть старый центр катастрофически нуждается в том, чтобы появились объекты социального назначения. Но власти нам говорят о том, что, значит, земли на школу, на детский сад нет, а на конгресс-холл есть. Вот почему? Ну, потому что, я говорю, ситуация достаточно обнабокая. Вот, потому что, опять же, если говорить про эту ситуацию, еще раз говорю, я не то, что МФЦ, это нужное подразделение. Но когда МФЦ появляется на месте бывшего садика, это вот как раз недалеко от улицы Горбунова и Приоброженской. Да, на Захватаево. Да, на Захватаево. То есть это считается нормальным. Когда, там, значит, почему МФЦ не сделать в другом месте? Поэтому, безусловно, школ, садиков не хватает и в этом месте, и в другом. Потому что, на примере, опять же, своего округа я столкнулся с ситуацией, несмотря на то, что Филейка, это, по сути дела, ну, не побоюсь слова, гигантские массивы, там, пустующей земли. Ну, условно, пустующей. Безусловно, вся земля принадлежит чему-то, там, федерально, муниципально, частно. Но, тем не менее, это не центр. И то есть проблема с местом для школы, где он, там, или детского сада. А в центре города, тем более, нужно вот такие вещи, которые сейчас здесь есть, там, где был больничный городок, их, естественно, использовать, в первую очередь, на социальную сферу. Потому что демографическая ситуация сейчас в городе такова, что, там, детей рождается достаточно много, садиков не хватает, школ не хватает. Да, через какое-то время, возможно, эта ситуация изменится в ту или иную сторону, там, я сам родился и, там, видел, как идут эти демографические ямы и так далее. Но сейчас проблема социальной сферы, она точно актуальнее, опять же, Конгресс-холлы или любого другого мероприятия, которое мы, там, готовим к 650-летию. Вот если к 650-летию города у нас не будет ни одной проблемы в области детских садов и школ, вот это и будет победа, и все скажут, молодцы. И подарком нам на юбилей. И подарком на юбилей. Поверьте, это лучше, чем какая-то группа, которая приедет и на Октябрьском проспекте будет бесплатно выступать, соберет, безусловно, кучу людей. Люди разойдутся, и будут полупустые холодильники, и маленькие зарплаты, и плохие дороги, и грязь на улице. Вот я считаю, что праздник может быть без этого. Там, может быть, не очень корректно сравнение, но если вспомнить, какой город был в послевоенные годы, в начале 90-х годов, то, безусловно, там как раз часть мероприятий, которые там шли, они направлены были на то, чтобы сделать красиво в дворах, сделать красиво там, где мы живем, где работаем, учимся, без каких-то дополнительных центров искусственного притяжения. Но я сейчас снова про этот конгресс-холл и еще скажу, там, сейчас, если что-то не появилось, что-то другое. Там еще какой-то суд один или какой-нибудь там следственный комитет гигантский, там, и так далее. Вот не туда нужно идти, нужно создавать, обеспечить людей, там, той необходимой социальной инфраструктурой, которая требует, условно говоря, статус государственности. Мы платим налоги, безусловно, мы хотим, чтобы жить было комфортно, удобно и так далее. Поэтому вот таким образом. Жителям как на это все повлиять? Жителям не молчать, однозначно, потому что до 650-летия, если говорить про, ну, вообще даже не только про юбилей. Но он ведь появится прям не в год юбилея, понятно, что его будут строить. Проявлять гражданскую позицию, высказываться на публичных слушаниях, давать свою оценку ситуации на выборах, потому что, на самом деле, я говорил это уже не раз, и в этой студии, как бы, власть не такая, какая там, хорошая или плохая. Власть отражает нас. Если власть нам не нравится, ну, сори, вопросы все к нам. То есть, уверяю вас, время, когда были приписки в период выборов, они прошли, если даже существуют, ну, точно, вот, во всяком случае, что касается городских выборов, они не присутствуют сейчас в городе. То есть, поэтому выбирают того, кого выбирают. Поэтому вы выбрали такую власть, вы выбрали тех депутатов, которые в том числе утверждают, там, и главу администрации, которые в том числе, мы выбираем губернатора. Там, да, его назначает, там, в свое время президент, он проходит, там, муниципальный сит, но мы выбрали губернатора, и это наш губернатор, который победил. Поэтому, если не нравится, ну, коллеги, задайте себе вопрос, там, почему вы так сделали. Выборы будут снова, снова и снова, поэтому давайте будем меняться и не проявлять какое-то безразличие, что когда явка на выборах, там, 5, 6, 7 процентов, ну, это достаточно сложная ситуация. А потом люди говорят, ну, вот так получилось. Немножко мы ушли в тему выборов. Давайте вернемся все-таки к вопросу застройки залами-просами. Вы сказали, что нужно ходить на общественное слушание. Если вернуться к вопросу Парка Победы, были общественные слушания, люди сказали, нет, мы не хотим здесь никакого жилья. В результате администрация принимает решение о том, что жилье будет. Какой смысл от этих общественных слушаний? Ну, смысл есть, потому что если сейчас, ну, мы живем в изменяющем мире, то есть, если люди... Я просто к тому, что если это ни на что не влияет, может быть, отменить этот институт, заменить его каким-то другим. Он влияет. Он влияет для того, чтобы мы в том числе вот эту историю сейчас не забыли и, ну, как бы говорили дальше. Просто на самом деле на общественное слушание приходит критически мало людей. Вот, ну, я бываю и на общественных слушаниях, не скажу, что на всех. Но в основном там количество присутствующих, ну, если убрать оттуда общественников, журналистов, на тех, которых я был, повторюсь, там, я не был в общественных слушаниях по Парку Победы. Ну, от силы 20 человек. 20 человек, то есть, ну, даже если там придет 50, это не то. Нужно, чтобы приходили сотни человек, несколько сотен человек, тем самым высказывая слушание. Или выходили какие-то их представители и говорили те проблемы, которые есть. Потому что, когда шло обсуждение там по как раз участку КВАТУ, там, может быть, это не тема этого разговора, даже тогда на общественных слушаниях, ну, где-то было, говорю, порядка 30, чуть больше человек. Еще раз говорю, если убрать общественников там и общественную палату, там, журналистов, и это мало. То есть, как бы, где, где активность людей, она должна быть. Михаил Николаевич, давайте прервемся на рекламу. Я напоминаю, что это особое мнение депутата Кировской городской думы Михаила Ковязина. Особое мнение на 101FM Возвращаемся в студию. Это программа «Особое мнение». Его сегодня высказывает депутат Кировской городской думы Михаил Ковязин. Мы продолжаем тему застройки больничного городка за алыми парусами. Немножко мы уходим в сторону строительства социальных объектов. Михаил Николаевич, вы у себя на страничке в социальной сети опубликовали пост о том, что боретесь с чиновниками по поводу строительства школы, точнее, боретесь за появление школы. Вот расскажите, что там такое происходит у вас. Ну, я, да, сейчас веду активную, не сейчас, там, первая переписка началась еще в декабре прошлого года. Вот. Ситуация достаточно, ну, ситуация следующая. Если вкратце, значит, я требую, чтобы администрация начала не просто писать очередные отписки, а если посмотреть, они там все приложены, действительно так. Я задаю простые вопросы. Что еще, кроме того, что вы ждете федеральные деньги, вы начинаете делать, чтобы через какое-то время школы и садики появились? И я предполагаю, что должна быть какая-то конструктивная нить, какая-то стратегия, когда там есть четкое понимание, какие места под школу зарезервированы, какие под детские сады. И если это есть, но это государственная тайна, вы так и напишите, что эта информация запрещена, там, не для публичного просмотра. Но сейчас, когда читаешь... Какая информация по земельным участкам? Ну, не знаю, там, где будет садик, где школа, потому что сейчас, когда я задаю, посудила одни и те же вопросы в разное время, мне приходят ответы, такое ощущение, что пытаются меня запутать. Меня это очень сильно удивляет, беспокоит, раздражает. И я хочу в ней поставить какую-то точку. И, на самом деле, задача депутата не заниматься административными вопросами, для которого есть целый департамент образования. Я, и там, в том числе люди в администрации. Моя задача донести мнение жителей. Жители очень просто. Жители говорят, нам не хватает детских садов, и детский сад начал строиться. Но если еще, говорю, там, базовый курс математики, посчитать количество детей, которые сейчас пошли в детские сады, и через какое время они пойдут в школу, то ситуация по школам становится тревожной. Потому что если взять количество учащихся первых классов, которые идут сейчас, в этом году, в прошлом, позапрошлом, то тенденция такова, что если сейчас, в следующем году, мы не начнем заниматься вопросами школ, в том числе, естественно, я говорю сейчас про свой округ, там, Филейка, ЦМ, там, и вообще вот тот микрорайон, то школ не хватит. И ситуация, безусловно, на бумаге будет выглядеть красиво. Там, в частном случае, он уже реализуется в этом году. Еще раз говорю. Два многоквартирных, многоквартирных дома, где живут десятки детей, просто разного возраста, в том числе из хорошего, еще дом не до конца, может быть, заселен постоянным жительством, это Березняковский переулок, приписали к 55-й школе. Проблема не в школе. Проблема в том, что он удален на расстоянии более 4 километров. И это мы же, называется, живем в 21 веке. Чтобы добраться до школы, нужно дойти несколько сот метров до остановки, проехать, и снова от остановки идти, в том числе во второе и вечернее время суток. При этом, вот, и эта проблема, она на бумаге решена, то есть, по сути дела, проблем нет. Дома начинают приписывать к удаленным школам. Это как садики, знаете, в Сидоровке, садики в русском, то есть на бумаге все здорово. На бумаге вообще все, значит, трехлетки обеспечены детскими садами, значит, а если кто не ходит, он отказался, потому что далеко. Ну, вот смотрите, в вашем посте я вижу, что написано, значит, 18-я школа создана в этом году 9 первых классов. Ну, объявлено, да. Ну, много детей, я согласна. Вопрос-то в чем? Вы что хотите получить от администрации? Вы хотите новую школу, вы хотите пристрой? Я хочу четкое понимание, в какой год, что будет происходить, чтобы проблема со школами не возникала. То есть, я подсказываю, ну, из своего, естественно, опыта, я думаю, что департамент образования и администрация обладают совершенно другими, более высокими компетенциями. Я подсказываю, что можно сделать. Я задаю вопрос про пристрой, потому что это вопрос прямо напрашивается. А что можно сделать? Пристрой к школам, во всяком случае, в 56-й и в 53-й, с точки зрения территории позволяют это сделать, но по 53-й пристрой не будет. По 56-й пристрой планируется в 24-м году, через 5 лет, в 24-м году. И то при наличии финансирования, ну, что такое 5 лет? Это значит, те первоклассники, которые сегодня пошли в 56-ю школу, по 106 первых классов, я ее заканчивал, было 4. Школа, уверяю, с тех пор больше не стала. Учебная нагрузка меньше не стала, ее стало и, наоборот, больше. То есть у нас было 4 класса, мы учились с 4 класса параллели, в старой системе, до 8-го класса. И школа училась двухсменную работу. Сейчас 6 классов, 6 классов. И когда эти 6 классов дойдут до 9-го, соответственно, то школы точно не хватит. И через 5 лет ситуация точно станет еще больше, потому что через 2 года нужно будет делать не 6 первых классов, а 7, 8 или, как в 18-й школе, там 9 первых классов. И это официальный ответ от администрации, что так вот скомплектовали. И я ждал, что будет какая-то четкая программа, что да, мы в этом году делаем вот так, в этом вот так. То есть у жителей должно быть понимание, потому что сейчас родители... Вы этой программы не увидели? Не увидел. Я увидел, что снова там определено какое-то место, но денег нет, но вы держитесь. Причем эти места все время меняются. То есть у меня 3 запроса, каждый раз границы совершенно разные. Возможно, во всех трех границах и может появиться школа. Но если есть какая-то логика, причем я же каждый раз, ссылаясь на предыдущую переписку и даже делал в последнем запросе, я даже картинки привел, о чем я иду в речь. Но при этом ответ, такое ощущение, чтобы спровоцировали, чтобы я еще что-то начал писать. И я-то ожидал там в первом запросе, если опять же посмотреть на моем посте, напишите, что вы планируете делать, что вы делаете, не в виде отсутствия денег. Это понятно. Вы расскажите какую-то четкую стратегию, что да, вы за счет 55-й школы ближайшие там 2-3 года будете закрывать эти дыры. Потом вы сделаете вот это, потом вы сделаете вот это. Есть какие-то альтернативы. То есть чтобы начался какой-то нормальный диалог или признать, что проблема действительно острая, что нужна поддержка правительства, Москвы и так далее. Потому что пока сейчас создастся ощущение, что если денег нет, то можно ничего не делать. Это абсолютно не так. Я общаюсь с преподавательским составом. То есть картина изнутри совершенно другая, чем на бумаге. В школах я уж там не говорю о том, что окна выпадают, я утрированно, но банально директора получают штрафы за то, что не выполняют нормативы по количеству квадратных метров на ученика. Это факт? Факт. Это говорит о том, что школы надо строить. Безусловно, мне сейчас скажут, что такие штрафы получают все учителя школ. Тогда нужно строить еще больше. Если это невозможно, тогда задача правительства Кировской области, на их уровне, выходите в Москву, просите деньги, потому что сейчас, еще раз говорю, в город все равно выделяются те или иные средства. Давайте вот их туда тратить, а не на какие-то... Еще раз говорю... Нет, но нам же говорят, что строятся школы, строится школа в чистых прудах планируется, в Зиновых. Еще одна. Ну, то есть, как бы, вот, школ не хватает. Ситуация с 24-й школой, она же из этой же серии. То есть, школу обещали, школу давали и давали, но когда дошло до практики, это же как раз вопрос недостаточного стратегического планирования. То есть, когда пришли деньги, ну, я условно говорю, то выяснилось, что проблема с участком. И сейчас этот вопрос снова уходит на второй, на третий круг. Вот, чтобы не повторить, я ожидал, что сейчас, еще раз говорю, я не ожидал, что мне ответят там, что это было бы здорово, но я человек достаточно прагматичный, что вам в следующем году будет школа. Но вы напишите, давайте вместе обсуждать эти вопросы, которые есть. Когда я на комиссии по социальным вопросам говорю, когда вы в следующем году, а это примерно будет декабрь этого года или январь следующего года, будете вместе с директорами школ нарезать территории, то есть привязки школ, вы позовите меня. И мне отвечают, вам это зачем? Я говорю, я буду представлять интересы жителей для того, чтобы учесть все интересы. И мне отвечают, чтобы, если мы будем учитывать все интересы, мы к ничему не придем. А чьи тогда интересы привязки школ вы учитываете? Чьи учитывают сейчас, да? Да, чьи учитывают сейчас. Я, безусловно, буду добиваться, чтобы я присутствовал на этом совещании, потому что, как сейчас, каждый год происходит, вот этот год уже распределен, вот тот случай, который есть, он произошел однозначно, две причины, или департамент образования совершенно не понимает географию, и где находится, переулок Березняковский, где находится 55-я школа, и где находится, например, там 53-я и так далее, и другие школы, я это не говорю, они мыслят масштабом города, я сейчас говорю, там, хотя бы на уровне своего микрорайона, потому что есть там 45-я школа, недалеко и так далее. Значит, это раз в ряд. Или же тогда в следующем году, чтобы вот эти количество домов-то не выросло, чтобы мы начали как-то двигаться системно, потому что... То есть вы предлагаете, если не будет школы, ограничить количество строящихся домов? Ну, это решение там не совсем в том ключе, это вопрос, в том числе там, я и про это тоже писал, но не в этом посте вообще, это вопрос точечной застройки. То есть сейчас, к сожалению, филейке не повезло, в свое время там навыкупали участков и ведется, до сих пор ведется точечная застройка, поэтому проблема такая есть. Михаил Николаевич, я прошу прощения, что у нас разговор прерывается, особое мнение подходит к концу, свое особое мнение высказывал сегодня депутат Кировской городской думы Михаил Ковязин. Спасибо. До свидания. Особое мнение на 101FM